Доброго времени суток. В 20 веке прогремели две мировые войны, каждая из которых развязала Германия. Поэтому образ немецкого солдата по сей день считается чуть ли не символом зла и как его неотъемлемый атрибут рогатая стальная каска. Но зачем врага нужны были в то время? Маневренная Первая мировая война очень быстро превратилась в траншейную, когда позиции армии не менялись месяцами. В таких условиях командования противоборствующих лагерей решили пересмотреть подход к обмундированию. Солдат. Особое внимание было уделено каскам. Изначально немецкие солдаты воевали в пикельхельмах, которые делались из грубой кожи. Такие каски не только не обеспечивали должной защиты, но и из-за рога на макушке выдавали позиции врагу. Ну а солдаты фонтанты экипировали обыкновенными тканевыми фуражками. Вскоре обе стороны обзавелись первыми металлическими касками, которые уже могли защитить от осколков и шрапнели, но не выдерживали выстрела в упор. Так у французов и британцев появились каски Андриана и Броди, а немцы обзавелись Шташхельм М16 стальной каской модели 1916 года. Стальхельм разработал профессор Ганноверского университета Фридрик Шварр в 1915 году, а уже в 1916 каски были запущены в массовое производство. Так в чем же суть рожек? Во-первых, они имеют сквозные отверстия для вентиляции, но это конечно не ключевое. Важно второе их предназначение. На них закреплялась еще один лист брони. Считалось, что толщины 6 мм достаточно, чтобы остановить пулю. Да, этого было достаточно, но у такого подхода было два существенных минуса. Первый, каска с дополнительной броней была очень тяжелая и носить ее можно было лишь в траншеях. А второй минус в том, что пуля ту каска останавливала, но человек все равно не выдерживал удара такой силы. У немцев попросту ломались шеи. По этим причинам бронепластины никто не хотел носить, но производство было запущено и рога убирать не стали. Бойцы Антанты даже усмеивали противника, мол, жены вам рога наставили, пока вы здесь, а они уже сквозь каски проросли. Существует заблуждение, что создатели шлема Лорда Вейдера вдохновлялись немецкими касками, но это не соответствует истине. Творцы Звездных Войн позаимствовали дизайн шлема у японских самураев. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь, пока-пока.